Несмотря на громкие заявления о выходе из организации некоторых видных центристов, сделанных сразу после решения правления партии об исключении Калли Ланетта, на этот шаг пока никто все же не решился. Примечательно, что уже далеко не первый раз центристская партия переживает ситуацию, в которой группа внутренней оппозиции выражает недовольство стилем руководства Эдгара Сависара. И если одни из бывших птенцов этого гнезда сейчас на политической высоте в рядах социал-демократов, то нынешним протестантам наверняка очевидно, что перспектив на то, чтобы сменить окраску без морального ущерба и снова воспарить в других рядах, сейчас очень мало. Перебежчиков на самом деле не любят нигде. Для Калли Ланетта, впрочем, выбора нет. Несмотря на исключение из партии, терять теплое место в парламенте он явно не собирается. Да и по нынешним законам никто не может его заставить покинуть кресло депутата. А вот тем, кто хотел бы перемен в стане центристов, а таких, судя по доносящимся слухам, немало, самим лезть на рожон не хочется, но и мириться с нынешним положением вещей они не хотят. Расколом бы, конечно же, я это не назвал, но то, что достаточно критическая ситуация в партии, я думаю, это факт. Потому что даже, видите, в средствах массовой информации очень много авторитетных членов партии высказали свое мнение, высказали свои недовольства. Это говорит о том, что есть проблемы внутри, довольно-таки серьезные. Как они будут решены, я думаю, покажет время. Очень большую роль здесь будет играть, конечно же, и руководитель партии. Как он себя проявит, какие действия он предпримет, то есть предпримятся ли какие-то действия для того, чтобы достигнуть какой-то компромисс, достигнуть диалог. Потому что, мне кажется, в любой организации, будь то политическая организация, либо в спорте, в спортивная команда, диалог. Диалог – это то, что сближает, это то, что делает организации сильнее. И, мне кажется, благодаря чему можно рассчитывать на какие-то серьезные результаты. Сами центристы неоднократно заявляли, что осознают, насколько трение внутри их партии радует политических оппонентов. И потому явно не хотят, чтобы дело закончилось настоящим расколом. Особенно такой исход был бы опасен для Таллина, где ситуация во власти в корне отличается от расклада на томпе. К тому же, через полтора года грядут муниципальные выборы. И, учитывая то горячее желание поменять власть в столице, которую испытывают все без исключения партии, любая нестабильность во фракции может привести к полному перевороту имеющейся картины. Я все-таки думаю, что даже та, не побоюсь этого слова, стычка, которую мы наблюдаем сейчас в нашей партии, не приведет к серьезным последствиям на уровне таллинской власти. Ведь у нас ситуация совсем иная. В столице мы обладаем большинством голосов в городском собрании. 44 из 79 депутатов – центристы. Так что этот буфер из 4-5 голосов дает основания верить в то, что никаких сюрпризов пока не будет. Но вот что касается следующих выборов, то на них могут быть различные интересные ситуации. Я в первую очередь ожидаю, что их преподнесут даже не партии, а избирательные блоки, которые могут создавать разные инициативные группы. Группа, поддерживающая Калли Ланетта, имеет и другое название – «Крыло Юрия Ратаса». Составляют его люди, которые на выборах председателя партии голосовали за него и теперь явно дистанцируются от «Крыла Эдгара Сависара». Из их стана доносятся мысли даже о возможном создании некой новой партии. Обстановка для ее появления, по оценке политологов, довольно подходящая. Рейтинги правящей в республике коалиции падают. Поддержка соцдемов, похоже, достигла некоего предела, а до четверти избирателей вообще не знают, кого предпочесть. Но в любом случае создать что-то новое гораздо сложнее, чем сохранить имеющееся. И сейчас обе стороны конфликта в центристской партии взяли время на раздумья. К чему он приведет, станет известно уже в начале апреля. Но похоже, что старый КВНовский лозунг «Партия – дай порулить» явно по нраву некоторым засидевшимся в оппозиции центристам. Субтитры создавал DimaTorzok